здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор вышло видео где пригожин на фоне трупов высказался очень экспрессивно в адрес шойгу и другого генерала это у нас герасимов да и значит и многие конечно же на это отреагировали конечно же это такой инфоповод который вызвал волну рассуждений и я со своей стороны решила вам показать некоторые моменты и сделать определенные выводы а именно шесть выводов которые я поняла из этого видео анализируя его невербалику его ход мыслей да то что именно он говорит какие именно манипуляции он использует ну давайте сделаем это вместе и вместе сделаем определенные выводы так значит первый фрагмент я включаю как он начинает свою речь давайте смотреть вот это вот парни чувака вагнер которые погибли сегодня еще кровь свежая 7 все конечно я попыталась спрятать вот эти страшные картинки да вот это вообще конечно то что он показывает вот эти вот вещи это но в конце я вам скажу для чего он это делает это его так такой почерк можно сказать для того чтобы мы с вами говорили для того чтобы инфоповод был замечен это делается вот на фоне этого всего да вот страшные кадры которые все заметят и начнут обсуждать то есть изначально это было сделано для того чтобы вызвать наибольшую шумиху дальше обратите внимание ну начинает он говорить и смотрит вниз да безусловно тут этим можно объяснить то что в начале нет такой экспрессии может быть он еще не раскачался до лоб выставляет челюсть пока прячет рот напряжен и нижнюю губу выставляет вперед нижняя губа это про ну знаете одним словом выразиться если то это наглость да когда человек уверен что он может что-то прощупать он уверен в том что он может это взять вот заходя в помещение он может что-то взять да значит он уверен значит он может вести себя немного нагло до наглость это экспрессия в в определенном пространстве да вот то есть человек может этим как может руководить какой-то частью пространства да и в данном случае это уверенность себе да при том что челюсть низко но мы можем объяснить эту низкую челюсть тем что он только начал говорить и обращается обращает наше внимание на то что находится внизу и соответственно здесь я как бы без претензий до показывает указательным пальцем как мы знаем указательный палец это руководство но в жестах в начале мало динамики перед нами человек который хочет что-то сказать но еще толком не собрался но не то что не собрался еще не раскачался да и в общем то какая-то доля неуверенности в начале присутствует и самое главное что пока нет адресата того кому он это все предъявляет давайте смотреть в замедленной съемки да получается перекладывает еще раз и динамики в пальцы нет и самое главное знаете когда он показывает все таки подавленности у него здесь нет и открытости потому что жест вот когда он показывает на людей которые погибли да и которые казалось бы он должен здесь как он пытается донести мысль что он за тех людей которые погибли он пытается за них отстоять их какие-то интересы да он как отец вот здесь выступает да он там такие душевные достаточно слова некоторые произносит да и здесь был бы уместен открытый жест понимаете если бы он пришел и с душой вот если бы здесь реально была какая-то истерика да если бы он действительно не выдержал и вот таким образом попытался бы докричаться то в данном случае жесты были бы более открытыми они указательным пальцем указательный палец это руководство к действию здесь не хватило открытой ладони ну то есть получается что он нам показывает но при этом он руководит нами они открыт перед нами вот что я хочу сказать да понимаете когда человек действительно подавлен когда он принес информацию которая его просто взорвала да и он придет и он скажет ребята но и он покажет нам ладони ребят я перед вами вот вот я как на ладони перед вами я хочу вам донести мысль но здесь пришел человек который хочет нами руководить который хочет нас направить по нож по нужному следу вот это первое что сделаем мы какой вывод из этого первого фрагмента теперь дальше давайте смотреть а теперь слушайте меня это чьи-то отцы и чьи-то сыновья и вот здесь вот я бы хотела обратить внимание ну во первых экспрессии появилось больше и вот это уже началась активная часть его монолога в которую он уже конкретно вкладывает определенные манипуляции к манипуляциям сейчас мы перейдем при этом он выставляет лоб то есть это упрямство саботаж да ну в данном случае не саботаж а упрямство да я я не сойду я стою четко на своей позиции и вы меня не столкнете речь здесь громче больше экспрессии пошли жесты да значит жесты опять большим этим указательным пальцем руководство до шаг ну будет позже сейчас шаг вперед он сделает и смотрите самое главное что он сказал это чьи-то сыновья а вот и на слове чьи-то сыновья он сейчас шагнет вперед значит смотрите почему он берет это ну вот вот такую риторику да почему он ее использует а дело в том что он он же когда этих сыновей да или отцов или кого-то он же когда-то их нанимал и он ну нанимал или там брал да вот я не знаю на каких условиях но он это прекрасно понимал что он берет их на убой то есть он их как на тот момент это не считалось никакой потерей это был для него чисто бизнес я думаю что в этом он тоже нормально зарабатывает и ну в общем в этом я не разбираюсь я просто говорю о том что когда он это затевал он прекрасно знал что это и отцы и сыновья но сейчас он на этом делает акцент для чего для того чтобы ту ответственность которая ну по большому счету она же никуда не девалась ты когда берешь людей и отправляешь на войну ты берешь на себя ответственность так вот он сейчас эту ответственность формирует максимально заряжает энергетически и направит сейчас на кого-то другого понимаете это специально делается чтобы ту ответственность которая на самом деле лежит на нем в полной мере он перекладывает на чужие плечи вот это вот чистейшая манипуляция ну и она говорит о том что вот сейчас именно запахло жареным и сейчас это надо как-то себя снимать то есть понимаете пока все было ну как бы хорошо это для него не представляла никакой угрозы а сейчас вот эта ответственность стала ему угрожать и ему надо срочно эту ответственность переложить себя на чужие плечи а дальше ну вот тем что он максимально заряжает он включает народный гнев да и я как мать я действительно смотрю на это все и у меня все возмущается у меня это все возмущается с самого начала вообще всего что было затеяно да вот этой чудовищной я не знаю страшной войны но у него сейчас задача нас всех зарядить на это все и заставить включить самые негативные эмоции именно для этого он сделал под съем тел которые лежат до мертвых тел именно для этого он так экспрессивно говорит он хочет максимально нас с вами зарядить и а пока он не называет виновных но тем не менее он формирует вот эту зону ответственности которую сейчас он переложит на виновных и а потому кого он обвинит тоже мы сделаем определенные выводы давайте смотреть идем которые не дают нам видите вот шаг вперед и лбом как бы наносит удар да это для него аргумент вот то что я сейчас рассказала вот это вот аргумент это такой удар и припасы будут в аду у нас нехватка боеприпасов 70 процентов но насчет боеприпасов здесь вопрос такой это это уже даже не важно если нехватка боеприпасов вот здесь вот четко нацеленность на то чтобы мы с вами сейчас вот эту всю ношу ответственности переложили на другие плечи ну вот его задача в этом дальше идем смотрим 70 процентов шойгу герасимов и вот мы услышали фамилии которые он выбрал для того чтобы нанести свой удар то есть он сформировал вот этот обличительный ком да и сейчас он направляет на плечи ну вот этих преступников да значит о чем это все говорит ну давайте я в конце тогда уже выводы когда буду делать скажу о чем это говорит ну в общем сформировалась то есть сначала он формирует этот ком потом он перекладывает на чьи-то плечи и обратите внимание он не перекладывает это все на истинного виновника зачинщика этого всего на того с кем можно это решить да по сути если сейчас стоит задача добыть боеприпасы то проще всего обратиться напрямую к своему хозяину верховному главнокомандующему да и обратиться к нему также экспрессивно это же вот те кому он обращается это всего лишь его ставленники до его подчиненные они может быть даже не решают он прекрасно это понимает он не такой глупый чтобы не понимать этого но почему он смещает фокус не на хозяина а смещает фокус на таких же как он здесь вот я считаю что очень серьезная манипуляция посмотрите на них здесь идите тут здесь он пошел усиливать на классовое возмущение вообще классовое противоречие да и ну я видела что там и взять шойгу что-то мутит ну конечно мерзко это все на фоне войны конечно эти дети и родственники этих людей которые затеяли я не знаю эту войну это все ну ну страшно что происходит и он сейчас усиливает максимально усиливает наш гнев в отношении тех кого он назвал виноватыми и при этом он как бы показывает вот этой вот истерикой он еще пытается нам донести мысль что посмотрите я же свой я же на вашей стороне я же отстаиваю ваших сыновей ваших отцов я же за них я же не хочу чтобы они погибали то есть изначально когда он их пригнал и когда там были страшные потери и вообще вообще в принципе изначально когда все это начиналось и когда он вступил в это все он не говорил он не думал об этом он просто делал то что сказал ему хозяин да а сейчас его вдруг это забеспокоило да потому что сейчас надо вот этот ком ответственности максимально переложить на чужие плечи вот и все понимаете но при этом отвращение челюсть он держит на весу тоже такой интересный показатель когда человек готов драться он как бы нам показывает что я челюстью всегда могу ударить то есть я всегда мобилен для того чтобы нанести удар на лоб вперед указатель ну то есть смотрите вот когда человек готов драться он может выставить лоб да он будет то есть он показывает выставляя лоб он показывает что я буду стоять на своем но при этом обратите внимание вот и вот то что челюсть подвижны при этом я всегда готов поднять челюсти ей драться то есть это вот максимально опасная позиция когда человек встает вот в эту позицию и при этом двигает челюстью то есть мои эмоции пока при мне ну как только появится возможность я вас всех накажу жесты указательным пальцем идем дальше дорогих клубах ваши дети прутся от жизни снимают на ютюбе ролики вы думаете о том что вы хозяева этой жизни и о том что вы имеете право распоряжаться их жизнями думаете о том что если у вас есть склады от снарядов то вы имеете на это право есть элементарные подсчеты если вы даете норму боеприпасов их пять раз меньше они пришли сюда добровольцами и умирают за то чтобы вы жировали своих кабинетах с красным деревом учтите это и красиво покидает сцену а да вот такие вот чудовищные вещи конечно страшно это все смотреть вот человек ну вообще любому человеку обладающим эмпатией и понимающим что на фоне у него лежат реально убитые люди это страшно и когда вот такие вот кадры в нашу жизнь входят они делают каждого из нас немножко более жестоким к сожалению и знаете вот ну я обещала 6 выводов потому что я увидела да мы с вами это все пронаблюдали и первый вывод а я не услышала обращение к верховному главнокомандующему то есть его хозяину о чем это говорит значит он во первых очень осторожен во вторых это совсем не истерика понимаете когда истерика ты уже не смотришь на регалии и на опасность того что произойдет дальше истерика это ну то есть он нам показал как бы истерику усилил эту истерику фоном да но при этом это не была истерика это было хорошо спланированная акция где он четко контролировал свои слова свои обвинения он все четко контролировал то есть это было просто представление они истерика дальше проблема с боеприпасами не главное потому что если бы он был нацелен на решение этой проблемы он бы ее и решал он бы обратился к хозяину и хозяин это все разрулил бы но он обратился к тем кто ну как бы виноват на самом деле не факт что они смогут это разрулить понимаете ведь все идет изначально от хозяина и он это прекрасно понимает понимаете это ну просто непреложный факт вот представьте если вам что-то нужно то вы наверняка будете решать дела с теми кто это может решить нет не с теми кто сам подчиненный да если у вас реальная проблема то вы реально будете ее решать то есть это второй вывод мой до третий вывод выступление он делает для своего хозяина либо это задание то есть получается сливают шойгу и герасимова до либо здесь идет противостояние останется либо шойгу с герасимовым либо он и здесь он пытается перед хозяином выслужиться то есть то что он не наехал на путина это говорит о том что он его до сих пор боится а значит ну то есть здесь вот идет вот какая-то междоусобная война да он либо выполняет задание хозяина либо он выслуживается перед хозяином но он пока не готов выступить против своего хозяина а дальше он по сути ну вот четвертый факт и по сути он сейчас назначил виноватых и сейчас для всех этих z патриотов которые настроены на то чтобы наказать вот украину украинцев да и так далее значит назначили тех на кого можно направить свой гнев да по сути он сейчас вот выполнил роль которую ну так как путин не может этого сказать ну в силу того что многие из z патриотов считают его там каким-то интеллигентным и правильным и так далее да вот он выполнил очередную черную работу для своего хозяина да и назначил виноватых и теперь если вдруг так получится что начнется контрнаступление и мы проиграем он сейчас вот получается что скажет я же говорил это все не из-за меня я делал все что возможно я по-отечески я просто рубашку на себе тельняшку рвал да для того чтобы отстоять своих мальчишек которые ведь отцы мы сыновья и так далее то есть вот это вот представление было сделано чисто еще для своего ректор лектората да чтобы потом оправдать свой проигрыш вернее не свой проигрыш а проигрыш своего своего хозяина то есть в данном случае человек четко готовится и делает шаги отступления и кстати вот еще если вспомнить буквально на днях была атака дронами да на кремль но она настолько была ну никакая вот со стороны украины это было вообще это было бы вообще совершенно неуместно да это ну зачем зачем им это делать вообще ну вот не выдерживает никакой критики но если поставить эти события в одну цепь да то здесь конечно же очень четенько прослеживается что для z патриотов до создали опасность уже смотрите нападают на наш кремль вот то есть враг опасен до опасен а потом плюс у нас еще бестолковые вот эти вот генералы там или как их я не знаю как какие звания у них то есть руководят этим всем оказывается бестолковые люди и наш президент оказывается стал жертвой жертвой всех этих обстоятельств понимаете вот идет прям четкое планомерное выбеливание его хозяина вот и все ну то есть назначили виноватых значит дальше следующий вывод пятый вывод хозяин готовится с лид слить своих подельников а значит ну опять вот атака дронами да теперь он вот в данном случае заявляет что виноват шойгу и герасимов кстати вот по атаке дронов что вообще кого за это надо наказать как бы как бы наказать потому что на самом деле это шито белыми нитками этот атака дронами да и получается что кого-то надо наказать да и вот здесь мне кажется что больше всего уместно наказать именно этих лиц да и здесь усиливается еще их состав преступления вот этим высказыванием эти эти гады пропустили дроны на кремль да а потом они еще и не дают этого боеприпасов да то есть они вообще плохие вот идет прям четко четкий слив этих людей на случай поражения то есть поражение сейчас вот прям четко рассматривается и четко планируется даже до для того чтобы при поражении не очернить хозяина дальше и шестой пункт все сделано прям четко по законам шоу-бизнеса и кровожадность и вот этот фон да вот фоном он же не не где-то там у себя в каком-нибудь помещении это снял он специально вышел он специально показал и сказал сними это да с ними их всех это все было четко сделано чтобы максимально раздуть этот инфоповод чтобы это не прошло незамеченным чтобы мы с вами об этом говорили чтобы мы думали что что же он хочет сказать да и чтобы это максимально громко сказать при этом показать себя хорошим вы же видели я кричал я отстаивал я старался заступиться за ваших сыновей и отцов да и так далее то есть я такой классный замечательный ну на всякий случай в общем вот так вот ну что могу сказать я конечно очень надеюсь что скоро это все закончится и скоро все виновные будут нести наказа понесут достойное наказание да но сейчас к сожалению приходится вот эту жестокость наблюдать и и анализировать очень очень страшно что это все происходит ну вот так вот так что я не знаю напишите в комментариях что вы считаете по этому поводу какие у вас мнение на этот счет да вот что он именно хотел сказать мне показалось что это ну вот мои замечания да вот то что я видела это имеет смысл вам рассказать показать чтобы вы уже складывали свое мнение насколько вы согласны со мной или не согласны напишите в комментариях а не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео не забывайте подписаться если вы случайно зашли я вас всех люблю до новых встреч пока пока